В этом двухэтажном деревянном доме семья МОД прожила 40 лет. На стенах давно появились трещины, протекала крыша, как результат возникла плесень и начал обваливаться потолок. Семья здесь жила по договору социального найма. Приватизировать аварийную квартиру нельзя, но в июле жизнь семьи из пяти человек кардинально изменилась. Вместо 64 квадратных метров в полуразвалившемся доме они получили почти 100 в новостройке на улице Осетинской по федеральной программе реформирования и благодаря нацпроекту «Жилье». Говорят, до сих пор не верят своему счастью. В квартиру. Ну, теперь, конечно, много будет. Надо заставлять это сейчас пока пусто. Мы никак не думали, что будет так много пространства. Порадовала жильцов чистовая отделка. Две ванные комнаты были полностью укомплектованы. На просторной кухне установлена плита. Обе лоджии застеклены. Впечатлила и кладовка. Рядом с домом магазины, аптеки, детские сады и школа. Раньше внукам, которые проживают с ними вместе, приходилось добираться в учебное учреждение на транспорте. А сейчас – за пять минут пешком. В этом году новое жилье получат 348 семей, проживающих в аварийном фонде. 70% уже въехали в новые квартиры. В основном переселяют в ЖК «Волгарь», ЖК «Рассвет» и «Крутые ключи». С каждым годом количество расселяемых аварийных квартир растет. В 2021 году из Старого фонда переедут порядка 460 семей. Жилье для них будет переобретено уже в этом году. В середине следующего года мы будем уже знать полный объем расселяемого жилья в 2022-2023 годах. Переселение по городу Самара уже не первый год идет только в новостройке. Квартиры все благоустроены. Жилищный кодекс говорит о том, что необходимо при переселении по 89-й статье жилищного кодекса переселять метр в метр. Однако на территории города Самары принято решение о том, что мы не переселяем из коммунальных комнат, из коммунальных квартир в коммунальные квартиры. Поэтому приобретаются исключительно изолированные жилые помещения. Принцип в основном следующий. То есть нанимателям предоставляются жилые помещения по комнатному принципу и не менее жилой площади, которая у них сейчас имеется. Всего же до 2025 года в новые квартиры переедут 6000 самарских семей. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.